ребят всем привет я рад вновь приветствовать вас на своем канале сегодня будет очень интересная серия мы продолжаем строить второй мотоцикл который будет ездить по воде для нас это очень большое событие мы давно этого ждали и мне честно говоря уже давно нужна была компания чтобы сделать разные связки короче снять еще более крутое видео для вас поэтому мы продолжаем прошлой серии мы уже поставили на него лыжи установили кое-какие детали спасательного оборудования поэтому прямо сейчас я еду в гараж чтобы продолжить работу там будет на самом деле небольшой сюрприз вначале потому что после покатушек на водном мотоцикле кое-что у него сломалось а сюрприз заключается вот в чем после последнего лёхиного заезда гидрик издает при заводке вот такие вот звуки непонятные хрюканье в общем перед тем как продолжить скау я планирую разобраться с чем там все дело сейчас посмотрим покажу лёха ты зачем сломал водник блин ну я учился когда учится можно немножко побуянить вот на своем короче ребят всего на самом деле было максимально банально ремонт занял ровно 10 минут проблема была контактах на аккумуляторе я их немножко прочистил ну что ребята мы продолжаем наши работы гидрик как вы видите висит на своем положенном месте пока как вы поняли лыжи мы поставили в принципе для вас подсняли должно быть понятно как там все работает лавина рюкзак вот посмотрите как он сейчас выглядит то есть этот механизм точно такой же как на моей гидрокаве здесь все проверено все отлично работает мы просто сделали идентичный кое-что мы там подсняли вы могли видеть какие кое-какие детали как мы делали сейчас мы доделаем нам буквально осталось там пару часов и я думаю что разложим вот здесь на полу все это и продемонстрируем как все это будет работать ну приблизительно объясню сколько там атмосфер что куда идет я думаю что будет все понятно но запомните эта система разрабатывала с нами и если вы ее увидите у какого-то там очередного блогера который будет строить такой же мотоцикл то знаете первый раз эта система была разработана на конце 2018 года она чуть-чуть там изменялась но все осталось точно так же поэтому это придумали мы и это не может не радовать ну что друзья у нас наконец-то полностью сконструирована наша спасательная система сейчас я вам покажу как она выглядит варианте на пол соответственно вот так она выглядит как вы видите довольно таки компактно я сразу могу сказать что так было не всегда это уже последняя модификация самая новая даже более облегченная чем на моей гидрокаве что из чего она состоит соответственно у нас есть баллон давление в этом баллоне как вы видите три тысячи двести пси усиленная магистраль два датчика один на баллоне другой на промежуточной магистрали дальше идет клапан как ну то есть клапан открытия грубо говоря зачем он нужен естественно вся эта система активируется когда ты выезжаешь на воду но чтобы ее активировать окончательно и чтобы надулись вот эти аэробоксы нужно естественно сделать какой-то клапан который будет ее открывать в общем можно на самом деле много что здесь расписать рассказать конкретику всей этой истории но я не буду это делать и сразу могу сказать любое копирование этой системы преследуется по закону так активируется она соответственно все очень просто то есть когда что-то идет не так то есть мотоцикл начинает останавливаться или наехать в стену лёха начинает переживать и ну любая нештатная ситуация он сразу своими дрожащими ручками выдергивает чеку активируется вся система когда она будет открыта и надуваются баллоны на самом деле мы сейчас это все и хотим сделать но легкий мандраж есть потому что 230 атмосфер этого мне в баню сходить на выходных тут как бы может посетить пойдем может пойти как бы любые любые какие-то нештабные ситуации короче говоря сейчас мы еще раз сосчитаем все просчитаем по давлению что куда идет и только тогда будем все эту историю взрывать стрёмно решили перед тем как запускать контрольный клапан сначала проверить на утечку воздуха все проверяет как раз жирненько что если будет где-то травить то естественно пойдут сразу пузырей все легко готов ну да все готовы я готов смотри максимально игрок ребята может произойти все что угодно реально потому что на 230 атмосфер этого не шутки все сбоку так сколько у нас осталось слышно осталось почти нет я думаю что вот этого вполне достаточно поэтому можно с 3 200 пти наверно уйти ну как 2 900 3 да и больше короче ребята это победа это на самом деле один из самых важных узлов за которые я переживал потому что но много маленьких деталей много чего нужно сделать соблюсти поэтому короче спасательным оборудованием мы разобрались идем дальше у нас остается совсем немного это чека безопасности чтобы глушился мотор и не не клинил да кто играет чтобы не было гидроудара на моторе и кое-какие доработки по впуску и мы в принципе готовы уже тестировать у меня уже руки чешутся я думаю лёха тоже там уже весь взбодренный короче говоря мы выходим на финишную прямую погнали баллончик у нас уже под крылом все выглядит в диком стиле лёха рассказывай что там по чеке короче мы все по спасательному оборудованию сделали осталось установить чеку аварийного включения двигателя будем ставить ее наверно вот сюда чтобы это было все в одном месте и через какой-нибудь переходник сюда но она кстати немножко больше по диаметру и по размеру по высоте и по диаметру ну и сама пипка тоже короче она больше чем у меня поэтому немножко по-другому придется сделать немножко придется помудрить но сами понимаете что это чека необходимая мотор должен глушиться когда начинает тонуть выдергивается одна чека выдергивается вторая чека соответственно у нас глушится мотор и одновременно надуваются аэробокс ну что друзья всем привет сегодня у нас заключительный день постройки нашего второго мотоцикла я уйду уже знакомой дорогой в гараж разговариваю со своей рукой все нормально так 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 лёха зачем сломал мотоцикл я значит его разберу собираю а ты получается его разбираешь какая-то нездоровая канитель ну ты собираешь я разбираю вместе мы команда да это квантовая механика бро это параллельно так кстати совсем забыл вам сказать про нашего третьего друга который все это время находится с нами в гараже уже не первую серию он нам помогает зовут этого парня станок а 1 а 616 если я все правильно помню я вот целиком и полностью установил как видите стружечку мы только что убрали все начислено все четко короче чувак спасибо тебе большое без тебя бы нифига бы не сделал кстати всем тем у кого в гараже нет токарного станка знаете это не настоящий гараж так а у нас тем временем тут продолжается квантовая механика лёха тут изобретает какие-то прокладки я честно говоря такого не видел смотрите покажу вам короче он нарисовал нарисовал короче говоря прокладку да сейчас горит на типа вот так сделаем поставим какие-то шайбы зачем-то дистанционный сюда чуть сюда сюда наливаем герметик сюда герметик наливаем и все приклопаем вторым листом получивала по вторым листом и разглаживаем и через несколько часов у нас готова прокладочка она прижать ну да ну посмотрим я чуть не уверен в этом а я уверен короче ребят интересный способ интересный способ сам не видел посмотрим что получится так что у нас пришло время достать прокладку который там маринуется уже 110 вырезаем прокладочку наш и одираем листочки посмотрим мне кажется они не одерутся отмачиваются отдираем отмачиваем лёха-лёха-лёха-лёха покажи покажи парням вот такая прокладочка получилась из куска герметика бумажки два листочка и 1 упаковка герметика и прокладка готова ну что ребят вот и подошел к концу наш рабочий уикенд мы затратили на работу по постройке этого мотоцикла ровно семь дней работали где-то с 11 до поздней ночи до двух до трех часов и что я хочу сказать родной брат моей гидрокавы предварительно мы назвали его аквасаки готов как вы работали вы собственно говоря видели наверное многие хотят спросить на фига мы все это делаем строим мотоцикл и катаемся по воде ну лично для меня это как знаете такая небольшая фишка потому что я занимаюсь профессионально стандрайдингом и постоянно кататься на площадке ездить по кругу и какие-то там длинные стопы и на заднем ну периодически надоедает поэтому естественно для меня это дополнительный адреналин да и вообще-то крутая штука ну а для лёхи я думаю что это возможность попробовать себя посмотреть на что он способен да и короче вообще-то реально круто так друзья короче говоря план минимум на сегодня у нас значит чтобы лёха выехал на воду и проехал хотя бы какое-то расстояние план максимум вот там еще есть второй мотоцикл стоит как весь мой да если у нас все нормально пойдет может мы что-нибудь парное сегодня проедем подснимем но на самом деле время уже два часа дня мы что-то очень долго собирались добирались поэтому не знаю успеем или нет в принципе с технической части я думаю что вопросов не должно возникнуть именно свои силы как пилота до управляющего этой техникой но как думаешь что я готовился и физически морально поэтому я думаю что они великие шансы ну я лично не сомневаюсь на самом деле в успехе сейчас я пацаны пойду вам расскажу что там происходит там есть на самом деле нюансы вот видно уже до волны сейчас подойдем поближе погода не самой сегодня простая в общем вот так как выглядит наш сегодняшний спот непростые на самом деле погодные условия я парочку раз катался в таких но не скажем что супер прям сложно но неприятного в этом ничего тоже нету постоянно трясет какие-то удары непонятные управлять на самом деле не очень комфортно но я думаю что для сегодняшних задач изи до для лёхи в принципе подойдет плюс пока мы сейчас разгружаем выгружаем может быть немножко подутихнет кстати что добраться до основного спота лёхе нужно будет проехать все вот эту лужу это будет его первым крещением уже нога не сильно маленькая не сильно большая но вот он туда проезжает и оказывается там в основном месте поэтому ну посмотрим может быть ему после этой такой мини тренировочки легче станет хотя я сомневаюсь вам будет интересно мы тут в кулуарах посовещались решили что если он сейчас этот заезд проваливает и что-то идет не так то он меняет пол и уезжает в мексику ну так у нас между собой чик такой вышел я думаю что после такого пари он точно должен легкий должен короче лёха должен сейчас едем смотрим короче смотри первая твоя микро препятствия понял значит каждый раз когда въезжаешь в воду небольшую как бы оттяжку делай назад чтобы у тебя морда разгружалась и жопа загружалась вам даже здесь вот да вроде задача простая но сразу сразу попробуй и сразу когда заезжаешь сразу смотри куда ты будешь выезжать то есть заехать это одно тебе нужно примерно рассчитать да бревно сейчас уберем то есть уезжай понял между ручьем получается и вот это ездить ну где бревно как раз в общем вы поняли да ребят это первая лёхина мини препятствия ну да может быть вам смешно там слегка мне тоже да смешно но я вот уверен что лёхе вообще нифига сейчас не смешно ему сейчас вот ссыкотно вообще мне кажется реально все поэтому сейчас посмотрим ну здесь точно никаких проблем не возникнет это чисто так какой-то там свой психологический барьер как я считаю что убрать ну это на самом деле мы не продумали это просто чтобы приехать туда нужно проехать через эту лужу а посмотрим это было мощно даже более чем нам чем нужно короче ты понял да при разгоне его максимально уводит вправо влево да то есть на песке еще так себе да а вот если ты грубо говоря будешь стартовать день там с камня там или с гранита понял о чем я на тебе говорю вот значит там вообще все плохо там то есть надо аккуратно дозировать газ то есть ты знаешь надо разгоняться короче так вот то есть на пределе да чтобы тебя вот и ловить этот срыв чтобы ты не сильно ну взрывал колесо и чтобы он тебя тем не менее тягу имел короче вот но надо поймать то что срывает вон этой покрышки дико ты уже сам понял короче давай брать сейчас вставай вот туда он эти тарелку положил там белого видишь на рыжу это будет вот смотри вот оттуда будешь стартовать оттуда будешь стартовать короче и сейчас спокойно отдохни лёха мы с тобой ребята давайте вот прямо сейчас поддержим этого парня лайками напишем коммент потому что этот человек пришел ну можно сказать мою команду до поддержать меня механиком помогать меня собирать мотоциклы ездить на разные выезды там съемки видосов а теперь получилось так что ну люди вдохновляются и лёху это ощущение теперь у нас есть второй мотоцикл сейчас это просто проспорил мать ну я да проспорил но это конечно такой был спор ну понятное дело но на самом деле я она очень рад что есть второй мотик поэтому ребята накиньте к этому парню лайкосов сейчас будет первый заезд я лично верю его удачное завершение но лёха немножко нервничает это можно понять кстати говоря чтоб ничего не забыть да вот у нас две чеки нужно открыть воздух для спасательного оборудования одеть шлем такой тоже бывало чтобы я бывала схема забывал одевать у нас данила кстати данила приверьте данил привет придумал такую небольшую короче скороговорку чики чики и баллон шлем-жилет одет и он шлем-жилет надет и он вот все просто и доступно если как бы ее проговариваешь перед каждым выездом и ничего не забываешь ну лёха давай удачи тебе дружище ну по-моему все хорошо ну чё давай расскажи первое вот самое важное то что о чем это говорил первое что ты почувствовал блин выехал вроде норм самое жопы это когда подпрыгнул я подпрыгнул реально подпрыгнул на волне и потом вроде как берегу но она у меня потихонечку начал там ворот от берега я так чуть-чуть наклонился ну что адреналинчик тут нормально это мне кажется даже не да короче я тебя поздравляю но я думаю что с первого раза ты ничего не понял нужно повторить так ребята короче лёха сделал уже два заезда все хорошо мотоцикл едет отлично лёха вроде тоже приободрился суть в чем мы сейчас делаем еще парочку заездов если все нормально и мы успеваем до темноты тогда быстренько собираем мой мотик и попробуем катануть вдвоем но это прям вот вообще не обязательно в принципе уже программу минимум сделали программу минимум сделали на максимум короче все нормально все круто сейчас пару заездов и может быть проедемся вдвоем у легкие проблемы капитально я не знаю он просто реально случайно даже к вы вышел все а чё там будут у него все произошло по моему волна и он потерял скорость у лёхи сейчас были реальные проблемы вот он просто чудом сейчас затонул это ну не от недостатка опыта видимо реально попал в волну его как бы затормозило и да реально то есть но я просто уже под конец видел уже как бы тут такой знаешь на вялом короче выезжал но это было прикольно сейчас посмотрим просим что на это скажет все случилось все было не было да то есть мы последний начал тонуть короче я думаю нет не хочу я плейте короче первую я такой говорю малыш давай вперед я чувствую вот прям вот так вот шел мне кажется да 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 вот ты вот просто чуть-чуть бы и все ну да ты уже начал выходить очень ничего да почему волна ты просто мне врезался получается? да блин я такой типа думаю ну блин отсюда кажется что там их нет а я ну реально ты видел что я поехал туда и к strategy они там вот короче нормально боевое печенье прошел что такое чувствует себя когда мотик под тобой тонет тоже прошел это полезно это лучше чем бы он утонул поэтому лег нормально это круто ребята это реально круто когда ты видишь как кто-то другой есть на мотике по воде в общем на самом деле я думаю что на сегодня мы на тесты закончим потому что нет смысла собирать второй мотик может быть час чисто для фотографий его вытащим из машины а так не знаю может быть останемся переночуем где-нибудь здесь неподалеку и завтра устроим еще один заезд на всякий случай ребята всем пока это была отличная серия поддержите лайком ну лёху как минимум поддержите канал комментариям проект развивается теперь как вы поняли у нас два мотоцикла и я официально заявляю что теперь будет в два раза больше крутого перформанса с нашими водными мотиками потому что интересность контента явно возрастает всем пока ну что все таки мы решили остаться сегодня ночью здесь переночевать приехали на второй день короче говоря очень мотик мы не стали разбирать он стоит уже готов сейчас убираем сокровище в ларце короче лыжи сейчас быстренько все ставим погода сегодня просто крутая штиль солнышко светит похоже сегодня злоем ворвемся все там там зеркало ребят вот вчера то что я катался это было жесть а сегодня прям такое удовольствие быть просто я буду врываться я не думаю о ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА